И что такое обязанности человека? Обязанности — это создавание отношений. Чтобы отношения в сердце возникли между людьми, нужно делать то, что проявляет истинное эго или возрождает любовь в семье и убирает ложное эго. Или эксплуатацию, или то, что разрушает любовь, убирает. Например, что у женщины разрушает любовь? Разговаривай со мной нежно, нежно, ласково. Это делай, это не делай. Иди себя со мной, так, мне нужны цветы, деньги, внимание, забота. Это разрушает отношения. Мужчины, что разрушают отношения? Слушай меня. Лекции слушала? Женщина должна слушаться мужа. Слушайся. С лекции слушала? Слушайся. Я говорю, молчи. Грубость в отношении с женой, невнимательность. Утверждение себя как старшего, как главного в семье. Это разрушает отношения с остальной мужчиной. Интересно знать, что та же самая энергия любви, она может действовать по-разному. Например, если мужчина ведет себя нежно, деликатно и мягко женщиной, то, чего она хочет. Но он сам это делает, то это рождает любовь. А если женщина заставляет его делать то же самое, то это любовь разрушает. Если женщина начинает сама уважать своего мужа и слушать его голос первым, его мнение первым, тогда это создает отношения. А если мужчина заставляет ее слушать себя, тогда это разрушает отношения. Потому что есть два направления энергии любви. Одно направление я заставляю себя любить, или эксплуатация любви называется вожделением. Заставляю себя любить. Это вожделение. Крабежь. Второй вариант служения энергии. Служить энергии любви очень сложно, потому что это шаг в пропасть. Вот как не просить мужа разговаривать нежно? Как он сам догадается? Объясняет так. Для этого надо понять, что нежный голос мужчины – это ваша же любовь, отраженная через него. Вот у мужчины есть нежность в природе вообще или нет? Мама. Ну, если вы хотите понять, что у мужчин есть вообще, подглядите в глазок, как они общаются между собой. Ну вот когда у них между собой. Маша, привет! Ну, давай, ну что, ну, 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 дед, ну, давай, ну, давай, ну, хорошо, ну, 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 да, ну, да, ну, да. Где там нежность? Че у тебя такой силы? Есть? Нет? Так, слабенько очень. Они же не подходят друг к другу и говорят, Вася... Эти я даже не видел. Ну, может быть, это и есть как бы сейчас мужчина, но в основном не у нас. Я помню еще в 80-е, как бы вот эти вот мальчики там из Запада пели... А, 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 а... Там разные вот эти песни. Ну, это уже не наша песня иностранная, так? У нас, слава Богу, все еще нормально. Мужчины остаются мужчинами, женщины – женщины. Так? Итак, есть мужская энергия, есть женская энергия. Мужчины по природе мужественны. Но почему мужчина начинает вести себя женщиной нежно? В чем причина? В чем причина? В чем причина? Женщины так думаем, думаем. Мужчина отвечает – служение. Ну, я же женщину спрашиваю. Ну, мужчины молчал. Женщинам же тяжелее понять, все заставлять мужа говорить нежно. Ну, это же их знание, их понимание. Им тяжело это понять, женщины. А? Походность. А? Если женщина с мужем ведет себя нежно, его сердце сначала наполняется этой энергией, а потом ее начинает отдавать. Смотрите, интересно знать, что значит обязанности. Обязанности – это противоположное нашим желаниям. Вот, допустим, мужчине хочется, чтобы жена его уважала. В чем заключается его обязанность? Уважать жену. Совершенно верно. Когда мужчина начинает уважать жену, жена начинает потом уважать мужчину. Само слово «уважать» – это не женскую природу имеет. Это слово имеет мужскую природу. Уважение – мужская энергия. Так же, как подчинение. Мужчина думает, что женщины по природе склонны подчиняться. Женщина – это возмутительно, правильно? Ну, вот смотрите, допустим. «Ровная схема! Вон она! Вон она здесь!» Что, женская энергия, нет? Сорок мужиков в одном бараке жмут без проблем. Две женщины в одной комнате – катастрофа. Если они не подходят друг другу по характеру – катастрофа. Невозможно ничего сделать, просто все вверхном стоит. Надо просто расселить, иначе будет страшно. Две женщины в одной комнате – невозможно. Потому что женщина по природе не склонна подчиняться. Она независимая по природе женщина. Но именно поэтому женщине очень трудно работать где-то. Сначала не начинает командовать. Она приходит и говорит, слушай, ну командует. Не хочет. Мужчине командовать нормально. Он подчиняется. Женщина не может подчиняться. Женщина подчиняется только потому, что есть любовь. Когда есть любовь в отношении, женщина, естественно, подчиняется. Само собой. Она подчиняется по для неблюбви только. Без любви она не может подчиняться. Она независимая. А мужчина подчиняется по природе, по своей. Но если мужчина начинает вести себя с женщиной зависимо, он считает, что у меня есть только вот моя жена и больше нет других девочек. То тогда как жена себя начинает вести? Подчиняться ему. Мужчина считает, что у меня только одна жена. Ее сразу расслабляет, и она начинает подчиняться, слушать его мнение. Мужская энергия, вот это подчинение проникает в нее, и она побеждает буйную, независимую женскую природу. Теперь, когда мужчина очень уважительно, деликатно относится с женщиной, деликатно очень, то женщина, она наполняется этим чувством, что он ко мне очень деликатно, уважительно относится, и начинает слушать его мнение. Женщина, которая имеет тысячу причин не слушать мнение мужа. Сейчас объясню все эти причины. Первая причина. Мужчина видит перед собой красоту жены. Когда человек видит красоту, он не может видеть недостатки. Женщина, она имеет сотку нарезкой зубы. И не видно недостатки. Мужчина не может помнить недостатки жены. Он когда видит ее, он забывает. Но женщина помнит все недостатки мужа. И помнит всегда. Поэтому, когда начинается спор, муж приводит ей какой-то аргумент. Он возмутился каким-то недостатком и говорит ей, слушай, ну ты чего вот так? Она говорит, стоп. А ты вот так, и вот так, и вот так. А в прошлом году вот так, а пять лет назад вот так. Леонард пятьдесят, ему в случае как пулемет перечитает. И он второго не может вспомнить, что ей сказали. Издается просто, мне нет возможности дальше везде. Вторая причина. Женщина все самое хорошее имеет снаружи. А все самое плохое сама в себе даже увидеть не может. В мужчине все самое хорошее внутри, которое он в себе увидеть не может. Все самое плохое снаружи. Поэтому в отношениях всегда женщина права, мужчина и права. Допустим, идет спор между мамой и папой. Дети еще позицию занимают? Мама. Мама. Потому что мама такая хорошая. Папа ее обижает. Она же ему конкретно сказала, вот так вот надо делать. Ну это ерунда. И так женщина чувствует себя бравой всегда. Вторая причина, почему невозможно согласиться с мужем. Этих причин очень много. По природе женщины много причин, почему нельзя подчиниться мужу. Но есть одна причина, почему она подчиняется. Потому что мужчина начинает ее уважать. И эта энергия любви, уважение, которое исходит от него, она дает ей невозможность не считать его старшим. Такая женщина не может такого мужа не ценить и не уважать. Невозможно. Согласна женщина? Мужчина очень уважительно относится. Женщина не может его не уважать. Она не уважает, потому что он ей пренебрегает. Не обращает на нее внимания. А? Вчера не лянулся и спорит. Всегда о себе слушать очень трудно. Очень трудно. Это о себе. Сейчас я о мужчинах же говорю. А вы думали, я о женщинах говорю? А, вон она стоит. Я говорю о мужчинах, что мужчины не могут уважать женщину. А? Если меня не уважает жена, то чай это вина? Моя? А если женщина и муж не разговаривают, то чья вина? А? 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 Тебе не славит душевный разговор. Душевный разговор означает, что это все пройдено уже. Мы уже прошли. Эти все экзамены знали. Вди 으 улыбнула. Вди. Уморка. Отлично. Вдох. Вдох. Спасибо.